Ну что ж, ребят, всем привет! В этом году мы с вами встречаемся в первый раз, поэтому я надеюсь, это будет еще актуально мои поздравления с наступившим Новым Годом. Хочу пожелать вам много сил, энергии, вдохновения. А сегодняшнее видео хочу начать с покупок, которые я совершала еще с прошлого года. Это будет вторая часть, здесь я покажу одежду, обувь, аксессуары, и это все я покупала, наверное, начиная с ноября по сегодняшние дни. Поэтому давайте скорее начинать. Итак, я вот все вещи пододвину ближе к себе. Начну, наверное, с вот такого вот кожаного пиджака. Это натуральная кожа, у него цвет такой темной хаки. В прошлом году, короче, в новом сезоне у меня любовь к хаки именно почему-то так возобновилась. У меня в гардеробе ничего не было этого цвета, но он очень круто сочетается с бежевыми, с белыми, с какими-то просто обычными цветами, которые мы носим в повседневной жизни. Но все-таки немножко разбавляют. Это не черный, но что-то такое интересное, более интересное. Этот пиджак покупала на The Outnet. Кстати, очень много покупок будет именно с Outnet. Это такая онлайн-площадка-магазина, на которую свозятся все вещи, которые были не распроданы с Net-a-Porter. Дальше после Outnet все вещи, которые не распроданы были на Net-a-Porter и The Outnet свозят в Yux. Поэтому, смотрите, очень много можно купить крутых, качественных, дизайнерских вещей по хорошим ценам. Повторю, что здесь натуральная кожа. У меня размер 36, это М. Он сидит очень красиво, достаточно длинный, потому что я не люблю такие пиджачки, которые коротенькие. Я его планирую сочетать с какими-то простыми майками, футболками, трикотажными вещами. Может быть, платье или трикотажные костюмы, которые сейчас вот, кстати, идут прям очень-очень популярны. Следующая вещь, которую я купила, это будут брюки. Они очень специфические, потому что они напоминают брюки такого рэпера, знаете, как в 2000-х были модны. Но вот эти вот широкие брюки-бананы спортивного плана, видите, здесь идет такая вот завязка достаточно, шнуровка яркая, активная. И вот сбоку тоже такой значок. Это Александр Ванг, тоже Outnet. В принципе, они смотрятся очень массивно, но я их уже надевала, я уже ходила в них. И легко носить с какими-то укороченными топами. Сверху можно надевать пиджак. И чтобы добавить такую вот прям необычность, не обязательно их носить с кроссовками или ботинками, хотя тоже можно. Их можно носить с туфлями на небольшом каблучке. Смотрится очень эффектно. Это будет свитер с таким красивым скандинавским узором. Мне очень нравятся вещи в этом всем стиле скандинавы, их стиль минимализма. Этот свитер, это французский бренд Вайль. Здесь 50% махера и 20% шерсти. Он очень теплый, несмотря на то, что он действительно такой тоненький. В нем вот я ходила в морозы, ну морозы в этом году у нас были, конечно, не сильные, но все равно он греет. И вы не чувствуете себя какой-то такой пышечкой, потому что обычно все теплые шерстяные свитера, они достаточно плотные. Его классно носить с джинсами, с юбками и с брюками клеш, знаете, так заправляя вовнутрь. Может быть там поясочек красивый какой-то нацепите. Просто и легко. И, кстати, у этого бренда сейчас на сайте еще есть очень много простых джемперов и свитеров из кашемира. 100% кашемира, это очень важно. И они, по-моему, идут что-то в районе 100 евро. Для кашемира, вы знаете, стоимость, она даже в масс-маркете бывает очень часто завышена. Поэтому посмотрите, если вам нужны какие-то вещи. Кстати, сейчас скидки начались, там даже на этот свитер есть хорошие скидки. Я приобрела себе вот такие шорты-бермуды. Вы знаете, что в этом сезоне у нас велосипедки мы заменяем на шорты-бермуды. Конечно, круто, если это бермуды из шерсти, тонкой шерсти, и выносите их вместе с жилетами, пиджаками или просто футболками. Это украинский бренд Кати Мо. Мне очень нравились у них вот именно эта модель. Она представлена в дониме, достаточно тонкий, такой удобный, и он хорошо тянется. У них в двух цветах белый и такой еще небесно-голубой. Вот, кстати, они сейчас на скидках. Голубой еще остался, но они очень большимерят. Почему-то, несмотря на то, что модель одинаковая, вот именно голубые мне не подошли. Они были очень широкие в бедрах и в самой талии. Эско размер. Поэтому обращайте на это внимание. Так, еще у меня здесь есть, я даже не распаковала, не успела, три вещи. Это Юникло. Базовые футболки. За хорошим трикотажем идите в Юникло. Футболки стоят, наверное, тысячу рублей, по-моему, 999. На них не бывает скидок, потому что это базовая коллекция, она у них из сезона в сезон повторяется. Смотрите, этот первый у меня опять цвет хаки. Размер у меня S. Кстати, они достаточно... Ой. Они идут достаточно свободные, поэтому не обязательно заказывать там на размер 2 больше, чтобы был большой оверсайз. Но у меня здесь есть M, я вот вам покажу. Значит, это такой цвет хаки, но он немножко, вот видите, такой даже высветленный. И еще две футболки в белом обычном цвете. В общем, вот, это, кстати, M, но она немножко будет шире, то есть не сильно заметна разница. Качество очень классное, это стопроцентный хлопок. И вот этот вот воротничок, который, видите, вот здесь вот такая резиночка есть красивая на саму вырезу по шву. Ну, носится очень хорошо, не растягивается, и после стирок нету вот этого, знаете, как футболки бывают, перекручиваются все по швам. И ты не можешь понять, где у футболки вперед, зад, короче, здесь такого нет. Поэтому это я могу смело вам рекомендовать. Это будет такое платье из вискозы C by Chloe. Оно достаточно простое, здесь ничего такого вот вы не увидите. Но здесь есть вот очень красивый такой бант спереди, который завязывается, который, в принципе, можно носить по-разному. Его можно как завязать спереди, можно вот этот вот, вот эту часть закрутить вокруг шеи, и вы будете вот так, будто у вас шар вокруг шеи закручен. И, ну, платье очень красивого цвета, такой пыльный розовый. У него есть один недостаток, что здесь такая ткань, которая очень сильно цепляется за все. То есть, если вы где-то случайно зацепились, то у вас будут зацепки. У меня вот уже одна есть на рукаве. Что еще у него классно, что у таких светлых платьев, тонких, обычно очень просвечивающаяся ткань. Здесь есть вторая такая подкладка. Она идет из хлопка, и она как отдельное платье-комбинация, но оно вшито сразу туда. Поэтому, в принципе, проблем не должно возникнуть никаких. Еще одна вещь, которую я себе приобрела, это вот такая вот шляпка-панамка из H&M. У меня размер XSS, там, по-моему, идут всего два размера, и они достаточно большие. Я в ней уже проходила все, весь декабрь, весь январь. Мне она очень нравится, несмотря на то, что она не натуральная шерсть. Она теплая, мягкая, и у нее еще вот здесь, вот видите, есть красивая такая подкладка, от которой волосы не электризуются. Еще одно приобретение в этом сезоне, это вот эта вот рубашка, которая сейчас на мне. Это Stradivarius. Идет достаточно большая. У меня размер M. Все охотились за вот этими рубашками из шерсти. Но я, в принципе, качественной нигде не видела достойной. Мне понравилось, что здесь такой красивый, мятный, нежный цвет, который зимой достаточно хорошо освежает всех нас, бледных поганок. Ее можно носить, кстати, как рубашку, можно носить как куртку такую легкую, ну, когда потеплеет, понятно. И что еще классно, что она длинная, она прикрывает сзади попу. Поэтому, если вы любите, то можно, например, носить с теми же велосипедками или леггинсами, или просто с джинсами. Осенью я себе купила вот этот вот костюм из натурального льна. Если вы видели последний показ Jack Muse, который прошел буквально со дня на день, его новая коллекция, она была представлена полностью из натуральных тканей. Он делал акцент на том, что наша мода, она сейчас быстротечна. Симон Jack Muse, она хочет видеть более долгосрочные, чтобы вещи, которые мы приобретаем, они нам служили намного дольше, они были качественнее. И, естественно, окружающая среда, чтобы мы меньше наносили вред искусственными материалами, которые не перерабатываются. И вот, кстати, лен на весну, на лето, это самый лучший материал, который мы можем добавить в свой гардероб. Выбрала этот комплект, это украинский наш бренд Balcony Garment, но он, по-моему, доставляет и в Россию, и в страны Европы. На самом деле, это костюм мужской. Вот, обращу ваше внимание, что не обходите стороной мужские отделы, потому что очень часто хорошие вещи именно можно найти там. Такие вот какие-то рубашки, свитера, кардиган. В общем, ну, очень много блейзера, пиджаки, ну, вот это все. Размер у меня S. Но брюки я немножко ушью буквально в талии. Черный красивый цвет. Здесь на рубашке, вот, если вы обратите внимание, пуговицы, которые, смотрите, здесь, они были, как мне рассказали, покрашены специально в цвет ткани, чтобы не выделялись, и вот этот вот дизайн, вот эту простоту не портили каким-то там своим белым или серым цветом, какие обычно бывают пуговицы. В общем, я очень довольна. У них еще, по-моему, он был в таком асфальтово-серый цвет, графитный, очень красивый. Из одежды это все. Двигаемся дальше к обуви. Из обуви я себе приобрела три пары, и все они очень разные. Начнем, наверное, с самой теплой. Это ботинки, которые вы уже могли видеть в моих видео, где я испытывала обувь. Ботинки бренда MASH. Это прошлогодняя коллекция, вот, опять же-таки, это The Outnet. У меня размер 39. Так как это прошлая коллекция, то они идут вот очень простые, без каких-то пряжек. В новой коллекции у MASH вышла, они повторили эту же модель. Она действительно классная. Это альтернатива доктор Мартинсам, которые ужасно просто неудобные, твердые и жесткие. Эти же внутри полностью кожа, здесь снаружи кожа. Я безумно довольна. Посмотрите мое видео, где я их испытывала. Там будет более подробно рассказано о моих ощущениях, о том, с чем я их собираюсь носить. Переходим, наверное, к самой приятной и любимой покупке. Это такой небольшой подарок Деда Мороза. Вот это. В общем, здесь будут босоножки. Mary Jane от Manolo Blanik. Я очень давно хотела, смотрела, и мне очень понравились. Вот они такие очень удобные. Название этой модели, оно произошло, кстати, от главной героини комиксов, которые были выпущены в 1902 году. Детские комиксы. Там маленькая героиня ходила все время в такой паре обуви. И один учредитель, который занимался изготовлением обуви, решил запатентовать и сделать такую модель, в общем, для детей. Изначально интересно, что модель, она сама на устойчивом каблуке идет, с круглым носиком, то есть маленький, небольшой устойчивый каблук. Но времена идут, все меняется, и сейчас можно видеть в разном исполнении вообще. И данная модель у Manolo, она, видите, с острым носиком, с достаточно высоким каблуком. Но, несмотря на это, кстати, очень удобно. Вторая пара босоножек. Это будут вот такие босоножки. Корейский бренд Юльи. Я надеюсь, правильно называю. Я увидела их в инстаграме, мне попалась девушка-создательница. И у них все модели вроде какая-то, видите, вот обычный бремешок, тоненький, все, ничего особенного. Но их фишка заключается в их каблуках. Смотрите, видите, какая здесь жемчужина такая. Ну, это очень необычное. И самое интересное, что когда я их получила, я как лох просто не могла понять, как же их застегнуть. И здесь ремешок, получается, здесь застежка, да, и он вот так болтается. И вот какой-то идет такой непонятный крючок. Ну, в общем, я долго думала сначала, как их, куда, а потом только поняла, что здесь такой секрет. У корейцев все продумано на самом деле. Вы один раз просто застегиваете, чтобы зафиксировать ремешок на ваши щиколотки. Вы просто крючком поддеваете сам ремешок. В общем, очень круто. У них были они еще в оранжевом цвете, в розовом, но синий, классический синий, это цвет этого сезона. И он мне приглянулся больше. Вот, еще хочу показать вам вот этот вот чокер, который сейчас на мне. Это наш украинский бренд Sklo. Он на таком плотном каркасе, который не меняет форму, держит ее. Это камень гематит, по-моему, называется. Он достаточно удобный в ношении, то есть его можно хранить с любым материалом, он не боится духов, но он очень хрупкий, поэтому его нельзя там ронять, нельзя сгибать никак. Вот он должен храниться в специальной коробочке. Сейчас вот эти вот массивные цепи у нас в тренде, да, большие, но хочется что-то более такого универсального, классического, которое не будет на каждой второй девушке. Ну и последний, последняя распаковка на сегодня, это будет подарок на день рождения. Я зиму на самом деле не люблю за погоду, но я люблю за количество праздников, потому что очень много праздников, когда у тебя появляется повод себе что-то приобрести новое. В общем, это будет сумка Филипп Лим. Я на нее наткнулась случайно, я даже не думала об этой модели. Вот, это тоже кожа, такое ведерко. У нее всего лишь одна ручка, к сожалению, то есть вот эта вот. Есть модели, которые еще идут, тоже, по-моему, новые модели с таким ремешком, цепочкой. Вот, но их на сейле не было, я покупала тоже на The Outnette. У них, кстати, по-моему, еще осталось коричневого цвета, белого и вот тоже черного. И есть маленькие версии, вот они как раз идут с ремешком через плечо, которое можно носить, как кроссбадди. А здесь внутри, кстати, еще идет вот такой вот мини-кошелечек, который можно вот... О, здесь моя помадка еще. В общем, сюда можно забрасывать какие-то мелкие там ключи или вот помады, потому что внутри там, видите, вот идет одно отделение сплошное. Но так как вы носите все время эту сумку в вертикальном положении, то есть из нее ничего не выпадает, вот затяжка она плотно затягивает и, в принципе, туда сложно незаметно как-то просунуть руку. Я довольна, потому что она такая универсальная вообще, и можно носить, таскать все, что хочешь набросать и побежать по делам весь день. Вот, ну что ж, это были все покупки мои за последнее время. Не знаю, остались они еще где-то что-то на распродаже или нет. Если что-то осталось, я обязательно вам кину ссылочки. Я желаю тоже совершать только обдуманные покупки, никаких спонтанных и ненужных вещей. Не нужно захламлять в новом году ваш гардероб, который мы потом будем с вами вместе разбирать. Кстати, я тоже занимаюсь разбором гардероба и составлением образов на сезоны, так что если вам нужна такая услуга, заказывайте ее. Вот, желаю вам хорошего дня, и самое главное, всегда оставайтесь красивой. Пока!